и так здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас снова прямом эфире сегодняшний эфир а просто будет супер потому что он посвящен теме инфекции беременность и меня в гостях вот как раз присоединяется просто супер специалист инфекционист евгений щербина вот как раз здравствуйте гений я тоже вы меня хорошо все слышите то есть и мы потому что сегодняшняя вот эта перезагруженность инстаграма приводит тому что но связь не ахти какая так вот я вас как раз наконец-то мы смогли провести потому что я хочу сказать своим подписчикам что я знаю доктор щербину дядю женю а ну уже много лет заочно и слежу за его постами и мы общались как бы заочно и я считаю вас номер один специалистом в инфекциях и хочу сказать что евгений уникальный врач в том плане что не просто врач доказательной медицины а это врач который имеет свою точку зрения он категорически против всякого фуфла и поэтому конечно некоторые компании стараются ну как бы наказать его за это ну так оно есть тем не менее евгений не сдается он не продается он действительно ну вот если все были такие врачи я вам говорю медицина бы на постсоветской территории было бы просто супер да не только на постсоветской скажем всюду поэтому спасибо вам первую часть за то что вы такой прекрасный стойкий мужественный и прогрессирующий врач который постоянно понимает свой уровень знаний учиться вот и сегодняшняя тема тем кто присоединяется просто напомню что у нас будет разговор об инфекциях и беременности мы постараемся покрыть много вопросов хотя тема очень-очень объемная и мне как акушера гинекологу иногда очень трудно женщинам объяснять что ничего страшного нет если там у них есть антитела что инфекция опасна но не всегда она настолько опасна как говорится и поэтому даже таблицы вывела этих процентов трансмиссии как говорится передачи все что только не делать но мне иногда заявляют ну вы же не инфекционист вот я пошла к инфекционисту и он меня там ну задолбал реально ну то есть назначил целую кучу лечения так вот мы сегодня как раз поговорим немножко об особенностях иммунитета при беременности потом мы поговорим немножко дадим людям понять что такое первичная инфекция что такое повторное заражение что такое иммунитет и вообще носительство немножко ну о прививках мы поговорим да и мы поговорим также немножко к виде 19 которым сейчас всех пугают да и вирус герпеса то есть мы будем оперативно потому что информации много и ответим на ваши вопросы ну на ваши вопросы и так даю слово доктору черпини евгению чтобы он хотя бы пару рассказал немножечко об отличиях скажем иммунитета при беременности и и вообще насколько действительно инфекции при беременности опасны с точки зрения даже но я имею ввиду они опасны но не прикладывали палку скажем многие врачи только потому что у женщин там антитела или как лечит все так как саплазмоз по антителам и лепштейн и вируса барреса все лечит по антителам и так далее то есть прошу вам слов я буду оставлять свои пять человек конечно обязательно спасибо большое елена петровна ну в принципе начнем с того что касаемо общего в принципе иммунитета у беременных нужно сказать что в глобальном плане нет такого понятия что вот если беременную женщина стала беременной у нее просто взял и растворился иммунитет то есть он никуда не девается да и беременность не является вторичным иммунодефицитом соответственно мы не говорим о том что если женщина забеременела иммунитет пропал и теперь она должна теперь она если болеет то болеет обязательно в три раза тяжелее болеет теми инфектами которые в принципе невозможно заболеть без иммунодефицита поэтому у беременности есть свои конечно же особенности но мы инфекционисты не сравниваем беременность с вич инфекцией к примеру да то есть это немножко все-таки разные вещи если же мы говорим конкретно о беременности и инфекциях мы должны понимать что да существует определенного рода инфекции которыми заболев беременная женщина они могут привести к проблемам как у самой беременной женщины так и у плода соответственно есть определенная группа заболеваний о которых многие уже слышали это по сути аббревиатура торч инфекции для многих знакома ну я уверен что многие об этом уже слышали торч инфекция это аббревиатура которая содержит в себе определенный список заболеваний которые могут повредить в первую очередь собственно плод и торч инфекция расшифровывается как первая буква т это таксоплазма вторая буква это азерс имеется ввиду остальные инфекции к r это у нас рубеола то есть это у нас краснуха c дай бог памяти это у нас мегаловирус и h это у нас герпес имеется ввиду половой герпес в первую очередь хотя сюда в принципе относят и ветрянку к азерс остальным остальным инфекциям сюда относят такие заболевания как парвовирусная инфекция есть данные о том что энтеровирусы изредка могут приводить к проблемам еще сифилис сюда тоже относится сифилис вич тоже включают для тестирования много их появляется постепенно все новые и новые данные опять же обсудим сегодня ковид но он в принципе там особое влияние слава богу не оказывает но самые основные то что на слуху это таксоплазма цитомигаловирус герпес и краснуха да это самое такое основное и что собственно мог бы я сказать в этом плане в общем самое наверное важное потому что эти вопросы задают большинство родители большинство беременных женщин на приеме что нужно сказать первое очень важный момент ребят когда мы говорим об этих торч инфекциях в первую очередь опять же той же самой таксоплазмы цитомигаловирус герпесом и краснухи очень важный момент для того чтобы этот вирус или бактерии оказали влияние на плод нужно чтобы беременная женщина заразилась во время беременности вот этот вопрос очень важен потому что очень часто будущие родители приходят уже с анализами в которых четко видно что человек заразился очень давно а сейчас там несколько беременности женщина по анализам скорее всего заразилась тем цитомигаловирусом больше чем шесть месяцев назад потому что видность высоченная что она заразилась давно но она все равно очень очень боится очень переживает боится и переживает что вот завалил это я давно но вирус то в организме есть значит он может что то сделать то есть вы должны понимать что для большинства торч инфекции характерно то что если вы заразились до или после беременности это не имеет особо никакого значения абсолютно от слова совсем не дай бог чтобы человек заразился именно во время беременности это в принципе имеет значение да я просто добавлю что когда вот эти мифы что якобы иммунитет понижается и беременные женщины имеют более высокий риск заражения даже это говорилось и в отношении ковида дело в том что при беременности есть два механизма защиты которые то есть клеточный иммунитет как мы говорим меняется больше в сторону гуморально появляется масса лейкоцитов то есть лейкоцитоз при беременности это не показатель инфекции это норма и второе у нас вращается при беременности антитела причем и класса m может незначительно повысится по которым все кричат что это активная инфекция и класса b класса g потому что это ну фактически то есть при беременности могут повышаться антитела ну и это не значит что если повысились антитела то это активировалось инфекцией все правильно а в отношении как раз первичной инфекции почему мы боимся потому что многие вирусы первая стадия как бы их внедрение в организм это распространение по крови вот это вирус эмия да вермия я говорю вирус которые значит фактически через кро конечно вирус может попасть в матку где плацента в большинстве случаев старается преградить продвижение вируса и в большинстве случаев как раз она выполняет очень хорошие защитные функции но бывают сбои поскольку вирусы намного меньше всех других молекул они могут проникать через плаценту и действительно могут поражать плод поэтому для нас вот это первичное как мы говорим заражение первые жизни женщина столкнулась во время беременности это действительно опасно ну и и я хочу чтобы вы как специалист потому что я тоже пытаюсь это объяснить что активность инфекции мы не ставим то есть вот это первичное только по антителам вот антитела и все у вас немножечко повышен там и все конец вы заражены вот что еще дополнительно мы должны сделать чтобы подтвердить инфекцию например ну скажем эти самые опасные ну если уж мы говорим конкретно о опять же тех же самых инфекциях которые мы обсуждали то есть все таки антитела ну понятно есть нюансы но тем не менее касаемо той же самой таксоплазмы цитомегаловируса чаще всего для нас действительно важны антитела но не просто наличие само антитела это не значит что если есть антитела значит сто процентов ты заразился именно сейчас сейчас активная инфекция и по любому будет ребенку плохо нет то есть есть опять же те же самые понятия как иммуноглобулины м иммуноглобулины g условно говоря иммуноглобулины м появляются самыми первыми они появляются к сразу начале заболевания а затем появляются иммуноглобулины g которая появляется уже обычно после двух недель от начала инфицирования оч Garcia и касаемо того как нам распознать когда заболела собственно женщина чаще всего особенно когда мы говорим о таксоплазме с амегаловирусом Мы используем такие вещи, как, в первую очередь, наличие иммуноглобулинов М, наличие иммуноглобулинов G, но очень важна овидность, так называемая, антител иммуноглобулинов G, потому что именно есть такое понятие высокоовидные и низковидные антитела, то есть, соответственно, взрослые антитела, либо старые, то есть, старые антитела, взрослые уже, либо молодые, да, и если доктор понимает, о чем речь, то он может прикинуть, довольно-таки хорошо может прикинуть и понять, насколько давно заразилась женщина, Особенно, если она пришла, например, не сразу после того, как произошло зачатие, а уже через месяц-через два. То есть, имея, допустим, на руках анализы, которые у женщины, например, наличие иммуноглобулина G, они высокоовидные. Мы знаем, что высокоовидные антитела появляются, как правило, через 6 месяцев и более от начала заражения. То есть, если я имею женщину беременную, которая пришла к доктору, я нашла цитомигаловирус антитела, какой срок беременности? Она говорит, 8 недель, то есть 2-2 месяца. Я смотрю, антитела иммуноглобулины G положительные, они высокоовидные. Я понимаю, что это произошло больше, чем 6 месяцев назад. То есть, я понимаю, что никакого отношения к заражению во время беременности это, в принципе, не имеет. Конечно же, есть и другие нюансы. Но есть, в принципе, если мы говорим о половом герпесе, генитальном герпесе, там, конечно же, есть нюансы и наличие самих высыпаний. То есть, если же мы переживаем... Да, клиника. То есть, потому что мы знаем, что для герпеса генитального и связи конкретно с рождением ребенка, то есть, повреждением уже новорожденного, то есть, есть определенные проблемы. Как правило, во время именно беременности, ношения ребенка, как правило, вирус простой герпеса не сильно проникает внутрь амнической оболочки. То есть, он не может абсолютно ничего сделать. Но мы боимся простого герпеса генитального тогда, когда появляется высыпание, особенно, когда это первичное инфицирование, когда у нас перед самыми родами у женщины вдруг появляется высыпание простого герпеса. Это плохо, потому что наличие этих пузырьков, а в них содержится, собственно, сам вирус, если беременность, роды будут протекать естественным путем, возможно, заражение, развитие, собственно, неонатального герпеса у новорожденного. Это плохая штука. Соответственно, опять же, если мы имеем антитела к простому герпесу, да, и мы даже видим, что вроде бы женщина, ну, вдруг поймали такой момент, что женщина заразилась во время, собственно, беременности. Но мы видим, что нет никаких активных высыпаний. Мы делаем вывод о том, что ничего с плодом быть не может. Поэтому есть действительно очень много нюансов касаемо того, как правильно разобраться, собственно, когда женщина заразилась во время беременности или до. Но грамотный специалист с этим справится, в принципе, без проблем. Ну, то есть, опять же, важный момент, что не значит, что наличие антител – это все. То есть, наличие антител – это пока не значит ничего. Для этого нужно сначала разобраться, с какой картиной мы имеем дело. Да, и вот в отношении антител класса М, которым тоже пугает, потому что, говорит, раз у вас незначительный ВИЧ, это, ну, прибеременность, конечно, увеличится. Но вопрос такой, естественно, что активная, вот эта первичная инфекция, антитела растут буквально сразу же 2-3 дня после заражения, начинает расти и достигает максимум, по-моему, на 2-й неделе. Как долго они, скажем, понижаются? Или это индивидуально, специфично для каждой инфекции? Или все же есть определенный средний показатель, что эти антитела могут быть повышены, но, естественно, они понижаются не сразу? Да, и, да, то есть, как мы можем судить по антителах класса М в плане как раз, когда было первичное заражение? Ну, то есть, мы должны в динамике смотреть или же все-таки мы можем видеть, что… Извините. Извините. По количеству или как? Ну да, или по количеству, или динамике, то есть, как мы наблюдаем в этом случае. А значит, ситуация, на самом деле, то есть, в принципе, тут простая. По количеству ничего мы понять не можем, по-хорошему. То есть, это нельзя просто вот увидеть там, например, 20 показателей или 40-50, и мы скажем так, вот это вот 2-3-4-5 недель заражения. Это невозможно. Мы можем только сделать вывод следующий. Во-первых, если мы видим положительные, явно положительные, а не сомнительные, вот это как обычно пишут, явно положительные иммуноглобулины М и отрицательные иммуноглобулины G, это говорит о том, что заражению меньше, чем 2 недели. Это вот сейчас, в сию секунду, только только началось. Если мы видим то, что есть М и есть дополнительно G, тут уже есть нюансы. Нюансы какие? То есть, это говорит о том, что заражение произошло, скорее всего, сравнительно недавно. Вот это понятие сравнительно недавно, оно довольно растяжимое. Тем не менее, это было не больше, чем год назад, потому что иммуноглобулины М для большинства инфекций, особенно цитомегаловируса и таксоплазмы, насколько я помню, для них характерно то, что, как правило, они сохраняются не больше, чем год. Они могут, конечно, исчезнуть через пару месяцев, но, как правило, больше, чем год редко они сохраняются. Поэтому, если у нас есть и те, и те антитела, мы говорим о том, что заражение произошло сравнительно недавно, но это может быть и год назад ориентировочно. И в данном случае нам помогает что? В данном случае нам помогает та же самая видность антител, именно иммуноглобулина класса G. Если у нас есть, например, и те, и те положительные, и М, и G, но у нас антитела класса G низкоовидные, значит, заражение произошло, скорее всего, сравнительно недавно. Это буквально процесс месяцы. Если же это было уже антитела, а видность высокая, это было все равно больше, чем 6 месяцев тому. То есть все равно было довольно-таки давно. Я вот как раз благодарю, что вы это объяснили, хотя я тоже, ну, то есть я это знаю, но просто, наконец, вы мои подписчики услышали от эксперта, и уже могут доверять экспорту, если кто-то еще мне не доверяет. Но вот как раз об овидности вот тоже. С точностью наоборот. Почему-то все лечат, когда высокая овидность. Вот есть высокая овидность, срочно лечить. С точностью наоборот. И мне очень трудно обидеть женщину, что высокая овидность – это уже давно. Это прекрасно. Это прекрасно. И вот, к сожалению, все назначают лечение, потому что у меня высокая овидность. Я же доктор. Плохо, плохо, плохо. Это неплохо. Конечно. И, увы, почему-то даже инфекционисты этого момента не знают, что по видности высокой, мы не судим о том, что вот заражение произошло или что это обострение инфекции, то есть что это как бы обострение. Если говорить немножечко, пробежаться быстро по инфекциях, и потом мы будем больше уделять время прививкам, потому что тоже важная тема. И если говорить по инфекциям в целом, ну, из всех инфекций, значит, далеко ведь не все опасны, скажем, для плода, они опасны могут быть для новорожденных, как герпес, например, как стриптокок, гемолитические группы В, это те, что генорея, там, значит, хламидиоз, это больше для новорожденных родов. А для тех вирусных, которые мы имеем, например, все пугают Апштейна Вара, хотя мы его исключили из-за кушерства как опасный. То есть я хочу, чтобы экспорт подтвердил мою точку зрения, не то что мою, а прогрессивную, что действительно не нужно копаться и лечить Апштейна Вара, потому что, видите ли, он такой страшный и опасный. А в плане цитомегал-вируса вот тоже, ведь есть ограниченное количество противовирусных ацитомегавирусов, которые мы используем в основном у людей с подавленным иммунитетом. Раковые там, на химиотерапии, да, ВИЧ-заболевания, потому что ВИЧ может активироваться именно у людей с подавленной иммунной системой. И вот фактически почему всем беременным женщинам, у которых, спаси Боже, вы нашли антитела к ацитомегал-вирусу, назначают какие-то противовирусные препараты. Лечат интерфероном, естественно. И, кстати, лечат ацикловиром, лечат там еще какими-то целыми кучей протефлозит тоже. Я имею в виду, что мы не лечим цитомегал-вирусную инфекцию у беременных, даже если это первичное заражение, чтобы все знали. Потому что лекарства эти, которые есть специально, ну их два, по-моему, или три, может сейчас больше, для ацитомегал-вируса, противопоказаны при беременности. То есть мы можем только наблюдать и лечить симптоматически, если, не дай бог, это пошло воспаление легкие там, еще что-то, то есть ухудшается ситуация. Поэтому нужно знать. Краснуха тоже, всех пугает краснуха. А вы хотите что-то сказать по цитомегал-вирусу или... Ну, в принципе, думал добавить как раз тому, что вы говорите, потому что, опять же, есть те вопросы, которые родители очень пугают. Значит, как вы правильно сказали, действительно беременную женщину, даже если ей поставили инфицирование цитомегал-вирусом во время именно беременности, ее никто трогать не будет. Ну, я имею в виду, если вы живете в адекватной стране с адекватными врачами вокруг вас, да. Просто потому что препараты, которые вы правильно сказали, это относится к ним, ну, в первую очередь, от валганцикловир и ганцикловир. Это абсолютно, да, не ацикловир, не валоцикловир, тем более, не прости господи, все остальное, что мы обсуждали, да. То есть эти препараты, они действительно довольно токсичные и тяжелые. То есть у беременных женщин они противопоказаны. Мало того, все-таки, насколько я помню, были небольшие исследования, которые говорили о том, что, ну, пользы никакой нету. Все равно, даже если вы применяете у беременных женщин эти препараты, все равно не снижается вероятность заражения плода во время беременности. Абсолютно никак. И как мы обычно в таких случаях действуем? Если мы подозреваем, что беременная женщина была заражена во время беременности, то есть во время беременности она заражилась с этамикловирусом, мы же тоже понимаем, что даже если она заразилась во время беременности, это не значит, что автоматически и плод уже заразился. Совершенно верно. Всего небольшой процент. Всего небольшой процент. И действительно, мы просто следим за состоянием плода. И даже если есть, вот когда все тоже пугают, кстати, вот это внутритробное инфицирование только потому, что там воды увеличились, или что там даже не увеличились, там, например, осадок в водах, у вас вообще-то, я как просто кшер-гинеколог говорю, что есть определенные показатели изменений плаценте, вот, которые характерны, например, для инфицирования, потому что плацент – это первый барьер, потом печень, селезенка, мозг, где могут быть кальцинаты и прочие изменения. То есть мы, если мы говорим о внутритробном заражении, оно происходит поэтапно, а вот не сразу, вот, где женщина чихнула, и у нее уже там внутритробная инфекция. И это мы можем наблюдать по УЗИ, и в большинстве случаев никакого вреда от этих инфекций плоду как раз не будет. Поэтому это слишком перевлеченные. Самое интересное, даже если когда брать и уровни рождения детей с рожденным там синдромом таксоплазматическим, да, и когда рубелло синдром рожденный. Я вам честно скажу, даже при том, что Маунт Сайна Госпитал в год принимает 15-20 тысяч родов, а такие вот случаи, это практически, они не происходят, ну, разве что женщина приехала с Африки, с Латинской Америки, где вообще не было никакой у нее, ну, скажем, медицины, и она просто приехала, ну, мигрировала и тут рожает. А в реальности это действительно сейчас очень-очень трудно увидеть, и все отмечают, что все эти врожденные патологии значительно понизны. Во-первых, потому что мы прививаемся, вот как раз от краснухи, даже от ветряки и прочих, да, что мы можем в какой-то степени предупредить все эти, ну, заболевания, и поэтому, и плюс таксоплазмоз мы можем лечить, но ясно, что мы не лечим только по антителам класса G, вот, и таким образом мы можем предотвратить. Если говорить, например, о ряде других, например, краснуха, я знаю, что, ну, прививка, которую делали раньше практически, ну, раньше, я знаю, даже, я делал уже взрослый, потому что, когда я родилась, еще их не было, но я имею в виду, что прививки действительно помогают предотвратить этот вопрос. И давайте мы как раз перейдем немножко на тему прививок, значит, кому, то есть какие прививки женщины могут сделать до беременности, потом мы скажем, какие может делать при беременности, какие нежелательно при беременности. То есть, первое, вот до беременности. То есть, женщина, например, планирует беременность, она спрашивает, а что, от чего мне привиться, нужно ли мне прививаться, и, значит, что вы как инфекционист в таком случае посоветуете? Спасибо. Значит, действительно вопрос планирования беременности очень важный, и действительно хорошо, когда женщина подходит к этому вопросу серьезно и задолго до того, как еще запланировала. Потому что вакцинация и беременность, опять же, очень важный момент. Опять же, мы переживаем за то, чтобы беременная женщина, уже будучи беременна, не заразилась какой-то инфекцией, которая может повредить как ей, так и плоду. И вот, собственно, касаемо тех вакцин, которые нам желательно сделать до беременности, это, как правило, вакцины в первую очередь какие? Это, опять же, живые вакцины, живые вакцины, которые мы не можем сделать во время уже беременности. То есть нам нужно сделать это заблаговременно, потому что если мы захотим это сделать, уже во время беременности вам никто не разрешит. Это касаемо, конечно же, кор, краснуха, паратит. Потому что и кор, и тем более краснуха, паратит в меньшей степени, но вот кор, краснуха, особенно краснуха, нежелательно, чтобы беременная женщина заразилась, будучи уже, собственно, с плодом. Поэтому вакцину КПК нужно сделать, проверить. Ну, как бы тот момент следующий. Можно выбрать два варианта. Если женщина не знает, как бы, собственно, вакцинировалась она, болела она или нет, можно сдать, в принципе, антитела к этим болезням, к коре и краснухе и проверить. Если она имеет высокий титр антител, это говорит о том, что она вакцинировалась, собственно, или болела, и она не помнит об этом, и уже, опять же, эти инфекции ей не страшны, будучи, когда она беременна. Но если, допустим, антитела отрицательные, или если женщина не хочет заморачиваться с дачей антител, она может себе сделать, в принципе, две дозы вакцины, для того, чтобы мы по максимуму были уверены, что она защищена, две дозы вакцины коре, краснухе и паратит с интервалом один месяц или больше. И очень важный момент, что желательно после того, как она сделала вторую дозу, в течение месяца она, естественно, не планировала беременность, только через месяц и больше после того, как вы сделали вторую дозу. Это касается точно так же и вакцины от ветерной оспы, потому что если женщина заражается, она не болела, и она заразилась ветерной оспой во время беременности, тут тоже нужно сказать, что, как правило, эта болезнь вредит не столько плоду, Потому что частота заражения внутриутробного ветрянкой настолько низкая, что практически, как вы сказали... 4 или 0,04 процента, то есть это... Да, это даже обсуждать стыдно, там практически нереально. А вот для беременной женщины это может иметь последствия, потому что примерно 30% беременных, заражаясь ветерянкой во время беременности, у них развивается тяжелая ветеряночная пневмония. То, чего мы очень боимся, это может сильно повредить, собственно, ну то есть навредить. Поэтому, конечно же, если вы не знаете или вы точно не болели ветерной оспой, желательно этот вопрос решить до, собственно, беременности. То есть либо сдать антитела, если вы не уверены, или же, собственно, просто сделать две дозы и не морочить голову. Я, например, ну как, я считаю, что все-таки уровень антител можно проверить, потому что я расскажу со своего опыта, что поскольку я работаю в больничных условиях, и у нас, ну, вакцинация требуется, и оказывается, что когда прошло там 10 лет, значит, ну, шел вопрос проверки уровня антител, и оказалось, что у меня уровень антител на паратит практически, ну, ну, это обязательно, хотя я прививалась, я же прививалась. Естественно, что мне предложили привиться еще раз вот этой комплексной прививкой, и, конечно же, я согласилась с этим. То есть есть люди, в которых даже, несмотря на прививки, уровень антител может понижаться до слишком низких уровней, и тут действительно или заморачиваться и сдать антитела, или не заморачиваться, не тратить деньги, а просто еще раз привиться, тем более, что это не настолько страшно, как, ну, об этом начинают говорить. Кстати, я получила, когда я объявила о нашем с вами, ну, как бы, прямом эфире, я вдруг получаю гневное письмо от одной женщины, что как меня посмели пригласить там лектором, значит, ну, на один форум, если я такой вредитель женского здоровья, вообще, меня нужно гнать в шею с этого форума, такой гневный антипрививочный. Вот, я говорю, ну, хорошо, я рада, что эта женщина мне отписалась, но я имею в виду, что, к сожалению, многие не понимают опасности многих инфекций, в том числе при беременности, и совершенной безопасности прививок как для детей, так и для беременных. И я сразу всем хочу сказать, что мои внуки оба привиты, мои дети привиты, и у меня даже не было с дочерью, ну, разговора с зятем, что как там, или... Они даже не спрашивают, они знают, что это хорошо, и все. То есть они даже не спрашивают, не давали мне вопросы, опасно, не опасно. Они знают, что они привиты, что младший внук, старший внук привит. Сейчас вот Кирочка два месяца, вот первая ходила на прививки, все окей. Да, возвращаясь к прививкам, которые, ну, скажем так, при беременности. То есть, в принципе, мы можем прививаться у тех опасных инфекций, которые могут... К сожалению, от всех нет, от цитомегавроза нет, от эксоплазмы нет. Я имею в виду, что тут тоже нужно понимать, что мы ограничены в комплексной защите, но хотя бы вот те, от которых раньше умирали, даже дифтерия, боже мой. Люди просто не знают истории, что творилось в мире, и, к счастью, как гравша, это запечатлено и в, значит, фильмах, и в исторических фактах. То есть, действительно, это была проблема. Поэтому это то, что, в общем, должны сделать женщины перед перепланированием, да. Теперь, скажем, если женщина не успела, значит, ну, скажем, привиться, или же, скажем, если она беременна, есть ведь определенная категория прививок, которые нужны при беременности, тут тоже масса вопросов, это касается вот прививки от гриппа, нужно ли, и прочее, прочее. Вот даю вам теперь слово на эту тему. По поводу этого, да. То есть, мы обсудили то, что живых вакцин, на самом деле, их немного, да. То есть, по факту, из живых вакцин, там распространенные, это корпус мухапаратит, ветрянка. И эти вопросы нужно решать до того, как вы запланировали. Если же женщина уже забеременела, мы не можем ей вводить живые вакцины. Тут уже мы просто живем и ждем, надеемся, что ничего не будет. Можно я добавлю, что, значит, во-первых, после прививки планировать можно через 28-30 дней, если живыми вакцинами. И важный момент, потому что тоже вы можете подтвердить, что если, не дай бог, женщина забеременела, не говорю, не дай бог, потому что неправильно я выразилась, если женщина забеременела, вдруг, ну, и у нее была прививка, это совершенно безопасно для беременной женщины. Никаких абортов, никаких прерываний беременности, носить спокойно, потому что у нас нет абсолютно никаких доказательств, что даже прививка, если она делана, это же не просто живые, это живые, угнетенные вирусы. Тут нужно тоже понимать, что это модифицированные вирусы. У нас нет доказательств, что такая прививка вредит эмбриону и что она приведет к каким-то негативным последствиям. Итак, при беременности, что мы... Что мы при беременности можем еще сделать? То, на что, опять же, желательно обращать внимание еще до планирования, но, тем не менее, если вдруг произошло, собственно, счастье, а, тем не менее, у нас нету вакцины. Ну, это я сейчас издалека начну, потому что основная вакцина, конечно же, АКДС. Но все-таки желательно, чтобы у женщины была защита от гепатита B, как минимум. Просто потому что это заболевание крайне тяжелое, к сожалению, большому часто приводит к хронизации, и эта проблема остается на годы, обычно, аж до конца жизни. И вакцинация от гепатита B, она нужна. И, к счастью большому, сейчас большинство, ну, скажем так, условно, большинство вакцинируется детей еще с самого раннего возраста. Ну, а мы, взрослые люди, мы не были вакцинированы от гепатита B. Поэтому, не сделав себе вакцину в взрослом возрасте, вы просто не защищены от этого. Поэтому также очень важно вакцинироваться от гепатита B. И если уж пошла такая пьянка, от гепатита A тоже. Потому что эти два заболевания, может быть, они, ну, особенно гепатита A, не сильно влияют на течение беременности, но гепатит B, если женщина, не дай бог, заразится во время беременности, тем более у нее будет хроническая форма, да, если мы этот вопрос прошляпили, и мы получили женщину, которая, особенно у нас проблема какая, у вас, конечно, такого нету, но я скажу вам, как есть, у нас, к большому сожалению, в стране, в Украине нету иммуноглобулина против гепатита B. Я это знаю. То есть те женщины, которые рожают, они в лучшем случае делают прививку. Все. Это, к сожалению, недостаточно. Поэтому, увы, у меня есть детки новорожденные и уже более старшего возраста, которые заразились именно от мамы. Мы точно знаем, что это от мамы. И мы знаем, что этого можно было бы избежать, если бы женщине были введены по правилам иммуноглобулина и сделана прививка. Но этого не было сделано, потому что в Украине просто нету иммуноглобулина. И, увы, теперь эти дети с хронической формой гепатита B и будут с этим жить, и мы будем с этим работать, но этого могло бы просто не быть. Как минимум, если бы беременной женщине была правильно сделана профилактика. Или если, тем более, женщина была вакцинирована по плану еще давно. Собственно, да, поэтому вакцина гепатита B и A может быть сделана, так как это не живая вакцина. Она действительно одни из лучших, это вакцин гепатита A и B. Их можно делать как до беременности, так и прямо во время беременности. То есть это не проблема абсолютно. Если вы не успели, не знали, пожалуйста, во время беременности. Исследования говорят о том, что это абсолютно безопасно. И, собственно, касаемо той же вакцины, которая очень важна, и в последние годы это действительно стало актуально. Вакцина АКДС, вакцина со сниженным количеством коклюша и дифтерии. Это вакцина, которую многие тоже слышали, вакцина Бустрикс и Адасель. Эти две вакцины зарегистрированы для введения, в том числе и беременным женщинам. Её вводят, начиная с 27 по 36 неделю. То есть в идеале сделать под конец беременности. Для чего? Для того, чтобы женщина успела выработать антитела. Эти антитела проникнут через плаценту плоду и передадутся. Для чего это нужно? Потому что вы знаете, что деткам, новорожденным, никто не делает прививку от коклюша, дифтерии и столбняка до полутора-двух месяцев. То есть они не защищены. А так как у нас очень большое количество в связи с антипрививочным движением, большое количество детей и взрослых, которые сейчас реально болеют коклюшем, мы на ровном месте, просто даже банально контактируя со взрослыми, с детками, новорожденный как бы родился, мы там все друзья, приходят, знакомятся, кашляют, чихают, и не дай бог у кого-то из них будет коклюш. А мы, к сожалению, не всех, кто уходит нам в квартиру, тестируем на коклюш. Если ребенок заразится, у него будет тяжелая форма, увы, потому что заразиться коклюшем ребенку до двух месяцев, это просто капец. Я, кстати, хочу сказать, что как раз почему делают в третьем триместре, ну в начале третьего триместра, потому что ребенок получает от матери вот эти антитела класса G, которые формируют иммунный ответ, то есть иммунитет, да, и от многих инфекций, то есть если у мамы положительные антитела класса G, это хорошо, потому что этот ребенок родится уже с небольшим запасом антител, которые переданы маме, и, конечно же, они уменьшаются, они уменьшаются вот эти первые шесть месяцев, и поэтому, собственно говоря, и почему говорят, что грудное молоко, часть антител может передаваться через грудное молоко, то есть все это играет роль, но именно поэтому мы и рекомендуем женщинам пройти некоторые виды вакцинации до рода, чтобы ребенок уже получил свою порцию, и это была защитная реакция как раз, в том числе от коклюша, ну, первые месяцы жизни, потому что это очень важно, да. Да, это правда. В принципе, по большому счету, это основные привитки, которые рекомендовано сделать женщине, которая планирует беременность и которая уже, собственно, беременность, то есть зачатие уже произошло. То есть это у нас корпус, ну, хапаратит, ветрянка, гепатиты, в идеале, чтобы были, и чтобы у нас была дифтерия, столбня коклюш. Я прошу прощения, одну секунду, да, вы рассказывайте, рассказывайте. Нет, я просто скажу в плане гепатита В. Вы знаете, что сейчас на территории постсоветских стран значительно начал увеличиваться рост случаев гепатита В. Почему? Потому что чрезвычайно часто начали использовать инвазивные процедуры, типа лапароскопия, гистроскопия, плазмофорез и прочее, прочее. И я знаю массу случаев роста гепатита В из-за больничного, вот фактически ятрогенного, как мы говорим, происхождения, потому что слишком много инвазивных процедур. Это дорогие коммерческие процедуры. Люди думают, что это им поможет, даже вот эти всякие инъекции и так дальше. Это нужно быть очень осторожным. Возвращаясь к столбняку, мне часто пишут, например, женщины из Турции, из Ирана, что им предлагают там всем, практически всем беременной женщинам от столбняка. И типа нужно ли, не нужно. В реальности это очень важная вакцина, я считаю. Ее нужно делать обязательно даже не в состоянии беременности, то есть проверять как бы, ну каждые 10 лет, насколько я понимаю, нужен бустер от столбняка. И почему мы делаем столбняка? Потому что дело в том, что, во-первых, многие рожают условия, которые не являются идеальными в санитарно-генетическом условии. И Турция, скажем, эти страны, это, например, некоторые наши роддомы, мне присылали фотографии некоторых украинских и российских роддомов, то не все так классно и красиво, да? И столбняк, он важен, потому что это защита для женщины. Плюс, опять же, антитела, которые формируются, это и защита для будущего ребенка, значит, вот этой очень страшной, практически неизлечимой инфекции. То есть, ну, очень тяжело лечить столбняк, очень тяжело. Да, и тут еще вопрос, значит, не вопрос, еще есть вакцина от гриппа, которая тоже там... А, да, да, абсолютно верно. То есть, вакцина от гриппа – это то, что действительно, я пропустил такой важный момент, вакцина от гриппа – то, что можно и нужно делать обязательно беременным женщинам. Почему? Потому что, опять же, грипп у беременных женщин, то есть, беременные женщины – это группа риска по тяжелому течению от гриппа. Когда было у нас свиной грипп в 2008 году, к большому сожалению, ну, у вас тоже самое, естественно, то есть, к большому сожалению, огромное количество беременных женщин очень сильно пострадало, потому что так же, как и иммунодефициты, хронические заболевания, легких сердца и тому подобное, беременность почему-то в данном случае является фактором, который повышает вероятность тяжелого течения вплоть до летального исхода. То есть, и вы должны понимать, что вакцина от гриппа, она тоже инактивированная. Это вакцина, которая не содержит живой вирус, а инактивированная, очищенная до мелочей. Эта вакцина может быть сделана на любом 3 месяце беременности. То есть, если вы подошли, собственно, к сезону гриппа, который, как правило, начинается, ну, в разных странах по-разному, ну, в нашем северном полушарии, это сезон гриппа обычно начинается там с октября и заканчивая там март, апрель где-то. То есть, в идеале, к октябру месяцу, октябрь, ну, ноябрь максимум, сделать вакцину от гриппа, независимо от того, какой у вас срок. Потому что вакцина очень хорошо работает. Да, понятно, она работает не идеально, но вы должны понимать, что грипп – это не такая простая штука. Очень много штаммов, часто мутирует. Но это не значит, что она вообще не работает. Исследования, которые проводились, показали, что средний уровень защиты от вакцины от гриппа примерно 50% и немножко варьируется по годам. То есть, невозможно сделать так, чтобы привился, и ты точно не заболеешь никогда. Ну, извините, это меня как ремень безопасности в автомобиле. Защищает ли он на 100%? Нет, не защищает. Значит ли, что как минимум 50% вероятности вылететь через окно он уменьшает? Естественно, да. Поэтому мы привыкли, ну, мы в Украине не очень, у вас, естественно, привыкли, что ремень безопасности нужен. Точно так же, как вакцина от гриппа нужна. То есть, все, у вас это более правильно делается. А у нас, естественно, это все делается по-другому, поэтому вы должны все-таки, то есть, те люди, которые смотрят меня, нас, вы должны понять, что вакцина от гриппа, она уже водится очень давно, она очень хорошо изучена, и за рубежом ее делают беременным на любом сроке, предлагают, и все делают, и все здоровы, счастливы и защищены. У нас это не очень сильно развито, но со временем постепенно все-таки мы постараемся приучить людей к тому, что это делать надо, потому что это снижает и нагрузку и на больницы, и, собственно, сохраняет ваши жизни. Потому что это действительно тяжелая болезнь, особенно у беременных. Да, и, к сожалению, все вот эти, ну, как бы, противостояния вакцина, особенно гриппа, связаны с тем, что в закупку, скажем, этих вакцин иногда тянут и не совсем порядочные люди и прочим, вот эти, как бы, игры с деньгами и прочим-прочим. Но в реальности сейчас это более-менее контролируется, и я считаю, что если есть возможность, обязательно нужно сделать, потому что особенно при беременности. Если говорить в нескольких словах, мы уже сказали, что есть вакцины, которые противопоказаны при беременности, это, скажем, живые. Да, поэтому мы даже не будем особо, как бы, акцентировать на этом внимание. Но вот еще, ну, в принципе, по вакцинам, я думаю, беременности, мы закрыли вот тему. Но вот сейчас идет вакцинация вот, значит, клещевого энцефалита. И вот очень часто люди путают совершенно два разных заболевания. То есть болезнь Лайма и есть клещевой энцефалит, ну, вирусный, немножко другой, совершенно другой. Объясните, вот какая разница, от чего, собственно говоря, мы привыкаем? Ну, то есть, ну, от чего есть прививки, от чего нет прививок? Потому что очень много путаниц, и люди не понимают, что они не всегда нужны даже прививки от клещевой энцефалита, если они живут в этой эндомической зоне, да? То есть, внесите, пожалуйста, ясность в эту тему. Хорошо. Значит, действительно, клещевой энцефалит и болезнь Лайма, или еще называемый клещевой боррелиоз, это два самых частых в нашей среде, а это в первую очередь касается Украины, России, Казахстана, Беларуси, два самых частых заболевания, которые передаются через укусы клещей. И это абсолютно разные болезни. У них даже возбудители настолько разные, что просто космос. То есть, если мы говорим о клещевом энцефалите, то это вирусная инфекция. Если мы говорим о болезни Лайма, то это боррели, это тип бактерий. Бактерии, да. То есть, это совсем разные вещи. И что интересно, от клещевого энцефалита нету лечения. То есть, фактически мы ничего не можем сделать, мы можем только лечить уже симптомы, условно говоря, да, и больше ничего мы сделать не можем. Но от клещевой энцефалита есть прививка. У болезни Лайма все абсолютно наоборот. У нее нету прививки, не разработана до сих пор. Но у нее есть активное и эффективное лечение. То есть, это антибиотики, естественно. Поэтому, да, это абсолютно два разных заболевания. И, к слову сказать, если уже мы говорим, собственно, о моей родине, об Украине и вашей, собственно, то есть, мы должны понимать, что у нас распространено, в первую очередь, именно клещевой, болезнь Лайма. Лайма. Боррелиоз, да. У нас очень-очень мало клещевого энцефалита. Фактически он всегда завозной. Это больше касается все-таки более восточных стран. Это, в частности, Россия. То есть, в некоторых регионах более развит. Да, там его больше. И, конечно же, в России более развита вот эта система вакцинации от клещевого энцефалита. То есть, там действительно эта проблема есть. Нас это меньше касается. Но вы должны, опять же, помнить, если вдруг вы еще этого не знаете, свяжитесь со своим доктором, со своим семейным врачом. Можете, в принципе, даже посмотреть в интернете, допустим, Роспотребнадзор, по-моему, выкладывает, постоянно обновляет данные об эндемичности по районам, по России. Если вы живете в районе, который эндемичный по клещевому энцефалиту, пожалуйста, обратитесь к своему доктору, или он вам сам это скажет, и вакцинируйте всю свою семью от клещевого энцефалита, потому что это очень тяжелое заболевание. Вы его вылечить не сможете. Если вы, не дай бог, заболеете, это может закончиться очень плохо, вплоть до развития тяжелых повреждений головного мозга, потому что энцефалит – это очень тяжелое заболевание. Если же мы говорим о болезни лайма, ну тут, боже, я тут могу говорить очень много, мы вряд ли вместим это все в прямой эфир наш один, да? Но главное то, что, пожалуйста, не теряйте сознание, если вас укусил клещ, и вам поставили болезнь лайма, я вас умоляю, антибиотикам лечится все шикарно на ранних стадиях, потому что болезнь лайма имеет свою клиническую картину, которая проста в диагностике, это просто мигрирующее растущее кольцо, и даже не всегда инфекционисты это могут спокойно поставить, пролечить правильно антибиотикам, и этот вопрос закрыть. То есть болезнь лайма, она более щадящая, она не такая опасная, и не надо ее бояться, потому что все сейчас трусятся с этим клещами, особенно в Украине, ребят, но болезнь лайма неприятная штука, но, опять же, я не говорю за всех инфекционистов, но сейчас появляются более-менее уже хорошие специалисты, которые, обратившись к которым, да, вы можете абсолютно спокойно, в зависимости от возраста, в зависимости от антибиотика, за 10-21 день полностью вылечить эту болезнь, забыть о ней. То есть тут такого страшного ничего нет. Да, вот я, собственно говоря, тоже пытаюсь объяснить, что клещевой энцефалит и болезнь лайма – это совершенно разные, ну, как бы, заболевания, и поэтому тут не нужно паниковать, что если укусил там клещ, то обязательно будет энцефалит, то есть это уже, как говорится, конец света. Еще несколько, поскольку у нас эфир, ну, как бы, продолжается, но скоро подойдет к концу, еще пару слов, вот это, значит, о ковиде-19, ну, в принципе, я печатала много, я слежу за темой беременности ковид-19, и пока что у нас нет слишком страшных показателей, то есть, оказывается, беременные женщины переносят намного проще, дети у нас не инфицируются, нет у нас достоверных данных, что новорождение инфицируется от матери. То есть, если хотите, посмотрите, у меня публикации и, скажем, даже был прямой эфир. Но вы, как инфекционист, можете подтвердить, что не паникуем, появятся больше данных. Мы, а, вот, единственный момент, который вот хотел о ковиде. Кто-то распустил, значит, панику, что якобы от этого вируса не вырабатываются антитела. Они вырабатываются. От любого вируса вырабатываются антитела. Просто вопрос о том, возникает ли иммунитет, или, ну, стойкий иммунитет, как, например, при таксоплазмозе, да, то есть от таксоплазмы там, или от краснухи, или от ветрянки. Мне кажется, этот вопрос еще не изучен досконально. Мы не знаем. Мы не знаем, да. Но самое интересное, что я читала недавно, что те люди, которые перенесли SARS и выздоровели, потому что они все же умерли, да, что у них, оказывается, китайские были данные, что у них, оказывается, уровень антител позволим им перенести или не заболеть, ну, в техэкадемических зонах, ковидом-19, потому что одна и та же, фактически семейства коронавирусов, да, возможно, иммунитет какой-то может быть. Перекрасный. Да, но антитела обязательно вырабатываются, просто мы не знаем, возникает ли, ну, как бы, стойкий иммунитет, стойкая защита. Так долго. Да. Поэтому это, как бы, мы увидим буквально, ну, через месяц, пару месяцев, это же новая инфекция, нужно увидеть, что происходит с этими антителами. И вот тогда мы можем говорить, есть такое или нет такого. Поэтому не паникуйте. И ещё пару слов у нас о герпесе, и тогда мы ответим на, если у нас есть время, ответим на пару вопросов ещё оставшихся. Да. А герпес тоже. Вот вы правильно заметили в самом начале, что опасен генитальный герпес для новорожденного. И я, как врач-гинеколог, подтверждаю, для плода, пока плод в середине, внутри матки, нечего переживать. Именно на момент рода. И именно поэтому мы назначаем всем женщинам, у которых хотя бы был один эпизод генитального герпеса с 36 недель, ацикловир, как профилактические, такие же женщины могут рожать самостоятельно, то есть естественным путём. Кстати, самый первый случай, когда я попала на операцию в Канаде, это был как раз ещё случай генитального активного герпеса и было кесаро сечение. И он до сих пор это запомнил, мы как бы тогда проводили, действительно. А теперь в отношении простудного. Вот скажите, пожалуйста, все пыгают простудную. У меня простудный, всё, у меня плод заразит, это плохо и так дальше. Вот даю вам слово в плане герпеса, значит, простудного. Ну, типа тип 1 там, хотя тип 2 тоже вызывает, может, по-моему, вызывать простуду. Да, 20% простуды может вызывать, но в основном 80% это именно первый, первый тип. И абсолютно наоборот, 80% примерно второго типа вызывает генитальный герпес, всего 20% первый тип. То есть, ребята, смотрите, штука на самом деле очень простая. Как сказала Елена Петровна, мы переживаем не за то, что вирус, находясь у вас в организме, может каким-то образом проникнуть через плаценту в плод. Мы этого не боимся, а он этого практически не делает никогда. Нам важно, чтобы плод не проходил во время, собственно, родов через слизистые, через кожу, покрытые высыпаниями, которые, пузырьки вот эти, которые содержат сам вирус. То есть, мы поэтому боимся генитальный герпес, мы не боимся простуду на губах, потому что мы рожаем, извините, женщины рожают другим местом, да? Вот-вот, я тоже всегда говорю, вы же не рожаете, точно как-то стафилококк до сих пор нигде в мире, его не ищут вот эти посевы. Значит, я говорю всегда, я всегда говорю, поймите, что лицо доктора намного ближе, то есть рот и это самое, к вашему тому отверстию, когда роды идут, да, чем ваш собственный рот. Вы же не вожаете этой частью. И я знаю историю, почему это перегибалки, это было после войны, когда говорили о госпитальной инфекции и обнаружили стафилококк один из таких. Ну, для этого и маски увели, скажем, при операции и прочее. То есть это не опасно для беременной женщины, хоть стафилококк, хоть стрептококк там в горле, вообще, что в горле, а хоть она и зубы не чистит, и хоть она, это не важно для той дырки. Поэтому мне этого не нужно бояться. Вот. Поэтому о простуде, единственное, что я всегда предупреждаю, я уверена, что доктор Венис согласится с мной, что когда у вас есть высыпание на носотреугольном участке, ну, на губах там, пожалуйста, не поправляйте, не касайтесь губами. Даже если вы наносите мазь, вы должны вымечать и напосле этого руки, а не там подтираться и что-то там поправлять. Потому что вы можете занести вот эту инфекцию туда, только потому, что вы не соблюдаете гигиену и меры осторожности. Правильно я говорю? То есть да. Да, абсолютно видно. И последний момент, опять же, простой герпес, то есть простуда на губах действительно не опасна, если ребенок, ну, то есть у мамы, допустим, появилась простуда на губах на протяжении беременности. Если вы болеете этим, не бойтесь, ничего с ребенком не будет. Очень важный момент. После того, как ребенок родился уже, ни в коем случае, это другая немножко ситуация. Если мама болеет рецидивирующим, как бы, губным герпесом, или же есть в семье кто-то, кто таким страдает, пожалуйста, если есть активное высыпание на губах, в течение первого месяца жизни после родов, боже упаси, целовать ребенка. Да. Потому что вот это другая немножко ситуация. То есть если произошло заражение, ну, уже ребенка, он родился, если произошло заражение герпесом именно после родов, да, вы его целуете, это может привести к неонатальному герпесу, который, опять же, довольно тяжело лечится, требует внутривенного ацикловира, то есть оно вам нафиг не надо. И вот этот момент тоже нужно иметь в виду. Но если мы говорим именно о беременной женщине, у которой просто высыпание на губах, а там ничего нету, пожалуйста, забейте. То есть тут ничего страшного нету, с плодом вашим ничего не случится. И еще хочу добавить, что когда есть активация вирусной инфекции, тоже герпесной, тоже генитальной, вирус путешествует от вот этих нервных ганглей, то есть узлов, где он обитает как бы тихо, ну, у него там как бы убежище, да, он передвигается, продвигается по нервным волокнам, но не через кровь. Так, у нас немножко, у нас связь плохая, сейчас минутку. Да, связь немножко была плохая. Я говорю, вирус при реактивации инфекции продвигается по нервным, ну, значит, окончаниям, а не через кровь. То есть он не передается через кровь, не разносится по всему организму. Значит, исключение, если вы сами его разносите, потому что вы вечно его там трогаете, этим пришли, выдавливаете, потом, как говорится, идете в туалет и потом вытираетесь руками. Значит, вот тут было несколько, да, зависло, но уже, слава богу, остановилось. Значит, такой интересный вопрос. У нас очень много вопросов. Мы, конечно, не на все вопросы ответим. Кстати, о ковиде, это типа биологическое оружие, это там заговоры и так дальше. Мы не будем эту тему даже поднимать. Уже надоело просто обсуждать о кодированных и заговорах и прочих. Добрый день. Являюсь носителем гепатита В, переболела 15 лет назад. Сейчас на 23-й неделе беременности. Нужно ли прививать ребенка от гепатита сразу в роддоме? Ну, давайте тогда сразу ответим на этот вопрос. Во-первых, нужно понимать, вы были носителем, то есть, если у вас хроническая форма гепатита В, если вирус до сих пор есть в вашем организме, ребенка не то, что нужно, он обязан быть привит сразу после рода, в первые сутки после того, как вы родили ребенка. И очень важный момент, этот же ребенок должен получить иммуноглобулин в первые 12 часов после того, как вы родили. Вы таким образом снижаете вероятность заражения родившегося ребенка от гепатита В, ну, не на 100%, но больше, чем 90%. Это очень хороший результат. Почему это важно? Потому что мы чего боимся? Вот это опять же та же самая песня. Если ребенок заразился, где он может там заразиться, да, там, гепатитом В? Поверьте, может. И мы боимся того, что если это ребенок, особенно до года жизни, если он проконтактирует с вирусом гепатита В, например, от мамы, да, которую правильно профилактику не сделали, вероятность того, что у него это придет в хроническую форму гепатита В, останется на всю жизнь, 90%. Если это ребенок новорожденный или до года. Если это ребенок от года до 5, вероятность перехода в хроническую форму уже 30-50%. Если это ребенок старше 5 и взрослый, вероятность перехода в хроническую форму при первичном инфицировании всего 5%. Это колоссальная разница. Поэтому, конечно же, если вы являетесь носителем, то есть у вас хронический гепатит В, вы являетесь носителем гепатита, и вы беременны, вам нужно после того, как вы родите ребенка, обязательно побеспокоиться об этом, договориться сразу с докторами, чтобы у них была и вакцина, и иммуноглобулин. Для того, чтобы ребенку это было введено, и он остался здоров. Если, собственно, мы говорим о том, что вы болели, но вы выздоровели, у вас просто антитела к нему, гепатиту, а самого вируса нету, то ребенок должен после родов просто получить вакцину гепатита В, больше ничего, и дальше вакцинироваться по плану. Тут много вопросов по герпес-вирусу. Во-первых, хочу сказать, что у нас есть запись, как раз есть марафон доказательной медицины, запись вашей лекции на тему герпесной инфекции, а также есть, мы разместили у меня на YouTube-канале, и также есть масса информации, даже у меня книги и на сайте, и у доктора на странице. Герпес очень много, поэтому мы даже не будем, ну, как бы, этому герпесу можно, я считаю, говорить 12 часов подряд, и мы не закончим. Правда? Абсолютно верно. Прививки кори, краснухи, гриппа, гепатита. Можно сделать одним разом все сразу. Но ясно не в одном шприце. Еще раз. Значит, смотрите, ну, в одном шприце нельзя, к сожалению, то есть не все прививки можно в один шприц засунуть, да, но касаемо количества прививок, которые можно сделать за один раз. Сразу. Количество прививок за один раз можно сделать столько, сколько у вас как минимум конечностей, да, мало того, то есть вы можете сделать еще и в разные места на одной и той же самой конечности. Главный интервал 2 сантиметра. То есть, ну, кроме шуток, действительно за один раз можно сделать 2, 3, 4, 5, 6 и больше прививок. И это никаким образом не скажется ни на, ну, на ребенка, ни на взрослого, это никак не скажется. То есть, побочные реакции особо не суммируются. Реакции будут, как правило, от самой реактогенной вакцины. Например, если вы делаете за один день вакцину Infanrix Gexa и, допустим, вакцину от ветряной оспы либо кори краснухапаратита, да, то есть вы должны понимать, что реакция будет от коклюшного компонента, который входит в вакцину Infanrix Gexa. Все остальное на фоне него просто смажется. То есть, у вас не будет температура при Infanrix Gexa 38, а если вы еще сделаете кори краснухапаратит, то будет 39 или 40. Это неправда. То есть, вы получите свои, собственно, минимальные побочки и все. Зато это меньше стресса для ребенка, меньше стресса для вас. Пришли, отстрелялись, ушли. Я иногда рассказываю историю о том, как, допустим, прилетают наши ребята, мои любимые, прилетают в США. Прилетают, а их же спрашивают, а что у вас по прививкам? Они говорят, они такие, а ну и сюда. И давай им делать прививки. И они в шоке от того, что им за один раз делают по три, по четыре, по пять прививок. Как это так? А вот так, ребят. Ну, как бы, это нормальная практика. Тут ничего страшного нет. Если мы говорим о фактах, есть, скажем так, математический расчет. Есть такой доктор Пол Оффит, очень, скажем так, авторитетный и действительно высококлассный специалист по вакцинации, который является автором разработки вакцины от ротовируса. У него есть исследования, которые они проводили математически, естественно, потому что никто на человека такой делать не будет. Которые показали, что потенциально организм может принести до 10 тысяч прививок за один раз. То есть, ну, никто этого делать не будет, никто этого не будет повторять. Но по факту запас иммунитета такой, что это не является большой проблемой. Поэтому никаких нагрузок на иммунитет. Это просто комфорт. Вы пришли, отстрелялись и ушли. Все, больше тут как бы минусов нет никаких. Поэтому одни сплошные плюсы. Так что делайте за раз несколько прививок и не партизм. Так, значит, вопрос тоже, наверное, я отвечу не получается. Забеременеть, есть антитела цитомегавируса, вируса Герпеса, первого-торого типа Штейнбара. Что делать, лечить и проверить. В реальности вирусы здесь ни при чем. У вас нормальный набор для взрослого человека, то есть будут антитела. И если у вас есть проблема беременности, читайте книгу «Малыш, ты скоро». Ищите там, то есть, проблему в другом месте, но не в отношении ваших вирусов. Правильно я говорю? Вирусы не влияют на зачатие. А вопрос такой, значит, каким путем передается гепатит В грудному ребенку? Я, как и кушерий-гинеколог, скажу, на первую очередь передается в ротах. То есть, именно этот путь самый опасный, если у вас есть активная инфекция. Если, скажем, он не передался в родах, насколько я знаю, через молоко не передается, можно кормить при гепатите В. может ли передаться кружному ребенку гепатит В от больной мамы? Другими путями, скажем. Вот это вопрос на самом деле очень болезненный для меня, потому что, опять же, к большому сожалению, я сказал о том, что у меня есть дети, которых я наблюдаю, которые родились после того, как они, собственно, родились от заболевшей мамы. И, как я уже сказал, в Украине нету просто того препарата, который может защитить вашего ребенка, если вы больны и вы его родили. И я с ужасом должен вам сказать, что я встречался с такими вещами, как, например, вот вы, как доктор, меня сейчас поймете. То есть, беременная женщина на какой-то там неделе беременности ей сдают, собственно, HBS-антиген. HBS-антиген, который у беременной женщины оказывается положительный. И доктор не находит ничего лучше, чем спросить, ты болела когда-то гепатитом, желтухой? Мама говорит, да нет, не помню. Это у тебя антитела какие-то, ты там переболела, забудь. Господи, как такое вообще можно сказать? То есть, у женщины явный вирус в организме, ей надо проводить лечение, если надо, да? Ей надо проводить ребенку профилактику после родов. Какие антитела? О чем речь? То есть, нельзя такое вообще говорить. Но такие женщины рожают, и таким женщинам не делают никакой профилактики, и, к сожалению, большому такого количества людей очень много. И они заражают своих детей, не зная, что они сами заражены. И никто ничего не делает, и все просто закрывают глазки и делают вид, что как будто бы ничего нету. И потом ко мне приходит 26-летняя или 30-летняя или даже старшего возраста женщина или мужчина и говорит, здравствуйте, у меня хронический гепатит B, откуда я мог это взять? Дорогие мои, это можно взять с детства. С детства. Потому что, как я говорил, как правило, заражение происходит, то есть, высока вероятность перехода в хронику именно в детстве. В взрослом возрасте вероятность крайне низкая. Поэтому большинство людей заражаются еще в детском возрасте и они этого не знают, потому что у нас нету скрининга, просто нету скрининга детей на гепатит B. Единственный случай, когда вам могут проверить на гепатит B, когда вы уже беременная женщина, тогда вас проверят на гепатит B. Или вы сами захотели, пошли, сдали перед операцией, или вы хотите сдать, быть донором, то есть, тогда вас проверят. Все. Вы больше не будете сдавать анализы на гепатит B. И ребенку до 18 лет никто не будет сдавать анализы на гепатит B. Это просто черная дыра. Если бы мы сейчас сдали всем людям, всем детям нашим анализы на гепатит B, мы бы просто волосы начали рвать на себе, потому что такое количество было бы, мы просто были бы в шоке. И это все тянется еще с самого детства. И всем на это, к сожалению, плевать. Но действительно, не единственная только лишь передача через беременность. Есть еще бытовой плотный контакт. Есть бабушки, есть дедушки, есть папы, которые, к сожалению, большому тоже могут быть носителями. Очень тесный бытовой контакт с минимальными микротравмами может привести к заражению. Это тоже доказанный факт. Поэтому не только наркоманы, не только проститутки, извините меня, болеют гепатитом. Это полные сказки. К сожалению, большому новорожденные и детки маленького возраста все равно могут заразиться абсолютно спокойно. А потом, будучи уже взрослым возрасте, только это открывает для себя. Наоборот, как раз сейчас статистика показывает, что большинство заражается, большинство людей не является группой высокого риска по заражению. И есть масса таких. Я, кстати, вот антитела забыла сказать очень важный момент, потому что мне пришлось консультировать две женщины, две пары, насчет вот сифиоса, положительной реакции Вассермана. Ведь 30% женщин при беременности могут иметь положительную, ложно положительную реакцию Вассермана. И, к сожалению, они сталкиваются с грубостью, агрессивностью, наглостью и так далее. То есть вообще, самое интересное, что на одной паре там вообще тестировали только в плане направления вот этих тестов по антителам класса G. Одна женщина перенесла еще 20 лет тому назад этот сифилис. И вот ей придирались. И просто хочу сказать, и вот врач-инфекционист, талантливый, мой любимый врач, подтвердит, что если реакция на сифилис вот эта Вассермана, это скрининговая реакция, скрининговая, а положительная, это не значит, что у вас есть сифилис. Правильно? Абсолютно верно. Я не знаю, сколько по времени у нас, вы не подскажете, потому что я не могу посмотреть сейчас на этот, мы вписываемся или как, или мы уже перешли. А уже, в принципе, надо уже потихонечку, потому что, кому-то осталось всего там немножко. Потому что можно прервать очень внезапно, поэтому, ну я заранее, если прервать внезапно, я все равно благодарю вас, доктор Щербина, дядя Женя, за отличнейшую информацию. Я думаю, нам надо почаще встречаться, потому что вы просто согласны. Работы полно. Да, кладезь информации, и мне нравится работать с людьми думающими, прогрессирующими, и доносить вот эту важную информацию через вот это, так сказать, царство тьмы, и различных слухов и милов, поэтому я думаю, мы продолжим еще не раз, не раз у нас будет этот самый. Ну и сейчас еще тут вопросов очень много, поймите, что мы не можем задать всем, ну, ответить на все вопросы, и плюс, ну, масса информации, ну, есть, скажем, у меня на сайте и у доктора Щербина, у меня есть, я имею в виду, очень много видео есть, значит, пишут, это был отличный эфир, в марафоне доказательной медицины, смотрели, вот, я знаю, я сама смотрела с удовольствием, и поэтому, да, поэтому всем рекомендую, и, значит, да, вакцины от таксоплазмы у нас нет, тут, какие еще тут у нас вопросы, у нас тут масса вопросов. Ребята, эфир сохраним, обязательно сохраним, будет храниться как минимум сутки, но я точно его залью, собственно, к себе на страницу. Да, да, мы тоже зальем, мы обязательно сохраним, постараемся залить, даже на ютюбе мы зальем, потому что у нас там тоже есть специфическая группа людей, которые не хотят пользоваться инстаграмом. Цикловин во время беременности можно, то есть тут даже нет сомнений, эфир вы посмотрите. Расскажите про ложноположительные результаты на гепатит С. Ну, ребят, тут на самом деле ложноположительный результат на гепатит С, это не совсем понимаешь, что имеется в виду, то есть обнаружили антитела гепатиту С, либо обнаружили сам вирус, так вот, ложноположительный результат на вирус, ну, наверное, такое понятие довольно сомнительное, потому что если у вас ПЦР положительный на гепатит С, то он либо есть, либо нету, да? Антитела иногда бывают ложноположительные, это в идеале нужно перепроверять, собственно, обнаружением ПЦР, то есть обнаружение самого вируса. Если у вас, тем более, два раза подряд ПЦР положительный, это не ложноположительный результат. Ну, то есть, если вы сомневаетесь, дайте ПЦР, сомневаетесь после одного ПЦРа, сдайте два раза, но если он два раза положительный, извините, но тут как бы без вариантов. Хотя, на самом деле, уже однократный ПЦР достаточно для подтверждения результата, или его исключения. Да, тут спрашивает, я, кстати, очень часто получаю такие вопросы, что там живем с мужем 6 лет, без плодия не могу замереть, могут ли болезни, папилломы в этом случае быть причиной. Дело в том, что папилломы, ВПЧ-вирус, не имеют отношения к зачатию, вынашиванию, можете рожать естественным путем, даже если у вас там обсыпало прибринзе, это часто случается папилломами, это не страшно для здоровых, ну, то есть, это не опасно для, и не является ни в коем случае и не является показанием, это тоже кошмар, который творится, что всех, у которых якобы там вирус, всех почему-то направляют на кесарое сечение. Мода такая пошла, ну, потому что стоит дорого, выкачивание денег хорошее, отличное, да, вот, потрясающий эфир, все говорят, все благодарят нас за хороший эфир. Спасибо, ребята, что были, что присутствовали. Значит, мы заканчиваем на этом наш эфир, да, потому что мы заняты, оба мы очень заняты, огромнейшее спасибо, что вы были, да, потрясающая информация, всем не болеть. Спасибо вам, что пригласили. Да, в общем, не болеть, и до скорых встреч в новых эфирах, так что всего хорошего, до свидания, пока. Всем пока, спасибо большое еще раз, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.